Пешеходы теперь резвее машин, транспортные артерии Краснодара в 10-ти бальных пробках. Вместо конца света нашествие Дедов Морозов, а еще в КубГУ и губернатора встречали и новый бассейн открыли. В Сочи при строительстве детских площадок недосчитались 5 миллионов, а в красноармейский чиновник скромно попросил миллион рублей за подпись. Традиции местные, консультанты заморские, плюс высокие технологии, в Инкубане международное признание. Это «Факты на девятом» в студии Михаил Тереченко. Здравствуйте. Транспортный коллапс в Краснодаре. Уровень загруженности дорог час назад достигал наивысшей отметки 10 баллов, сообщает интернет-портал Яндекс.Пробки. Большой затор на Северной от мостов и до пересечения Стургенева на всех подъездах к центру города движение парализовано. Машины едут со средней скоростью 5 км в час. Автоинспекторы просят краснодарских водителей отказаться от личного транспорта, в крайнем случае пересесть на общественный. Инспекторы уверены, так будет продолжаться 10 дней, пока не закончится предновогодняя суета. За подарками и продуктами в Краевую столицу приезжают жители других районов, поток автомобилей растет и ситуация на дорогах становится все сложнее. Пожалуй, трамвай в эти дни – самый удобный вид транспорта. Хоть и тесно, зато по рельсам получается быстрее, чем по асфальту. Тех, кто не готов сменить автомобиль на общественный транспорт, инспекторы просят заранее планировать маршрут и время поездок, чтобы не стоять в пробках. Движение транспорта затруднено не только в Краевой столице. На автотрассах и дорогах во многих районах Кубани сложности из-за гололеда. Ледяной дождь и минусовая температура превратили покрытие буквально в каток. На трассе Геленджик-Навразиск сегодня весь день работала спецтехника. Дорожники призывают всех переждать непогоду дома и без особой надобности никуда не выезжать. Кроме того, сильный ветер может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Обрывов линий связи, электропередачи, повреждения крыш домов, выхода из строя объектов жизнеобеспечения. К примеру, в Ейске ураган сорвал часть крыши с детского сада «Звездочка». Его сейчас закрыли до завершения ремонтно-восстановительных работ. Из-за шторма вторые сутки закрыта паромная переправа «Кавказ-Крым». Сейчас там стоят грузовики и автобусы с людьми. Последний паром в сторону Украины ушел вчера с большими трудностями. Высота волн в Керченском проливе достигает трех метров. Грузовой порт в Ейске, порты Темрюк и Кавказ пока работают в штатном режиме. Сильный ветер сейчас и в Новороссийске. Порывы могут достигать 30 метров в секунду. Поэтому спасатели рекомендуют местным жителям во время урагана оставаться дома. Сегодня в Кубанском государственном университете прошел большой спортивный праздник для нескольких тысяч студентов из всех вузов Краснодара. Был мастер-класс от известного боксера Дмитрия Пирога, но главное, в КубГУ теперь появился бассейн. Поучаствовал в его открытии губернатор Александр Ткачев, он пообщался со студентами и узаконил ненаступление апокалипсиса. Яна Москаленко продолжит. Вместо конца света в Кубанском госуниверситете сегодня случилось нашествие Дедов Морозов. Не меньше дюжины зимних волшебников первыми встретили губернатора ухода в открывшийся университетский бассейн. На Кубане есть хорошая традиция встречать гостей хлебом и соли. Но как сегодня все отменяется, мы эту традицию отменили. Но не совсем. И решили встретить вас пирогом с яблоками. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Плавательный бассейн на шесть дорожек теперь гордость вуза. Его построили в рекордно короткие сроки, меньше чем за год. У сборной КубГУ теперь одна из лучших тренировочных баз. Бассейн оснащен специальным оборудованием для занятия плаванием людей с ограниченными возможностями. Такие устройства не во всех олимпийских комплексах есть, рассказывает Александр Ткачев и Любовь Русанова, серебряный призер Олимпийских игр в Монреале. Сегодня в университетском бассейне проходит первое в его истории соревнование. В каждом институте есть кафедра плавания. Команда этого университета составит достойную конкуренцию университету физкультуры. Открытие бассейна – большое событие. Его студенты ждали. Капитан сборной чемпионских амбиций от губернатора скрывать не стал. Только попробуй не стать чемпионом. Потому что следующие летние игры олимпийские у нас в Кашадаре. Мне будут лет через 40. Уже на выходе из спортивного комплекса Деды Морозы опять обступили Ткачевого. Все мы здесь по одной и той же причине. Нам приходили письма с одним желанием, чтобы конец света не состоялся. Все Деды Морозы собрались для того, чтобы выполнить это желание. Вам необходимо ваше разрешение. Да, можно ваше разрешение. Здесь, да? Отлично. Не повезти в настоящую сокровищницу вуза губернаторы не могли. В хранилище огромной университетской библиотеки. Сегодня больше миллиона книг. Среди них есть и уникальные издания начала 17 века. Александру Ткачеву показывает 300-летнее Евангелие. Фолиант времен Петра I, намоленный на страницах вековые следы от воска. На другом стенде наказ Екатерины II, опубликованный сразу на четырех языках. На гражданском обществе немного сейчас говорим. Есть излечение Екатерины II, смысл которого состоит в том, что те, кто призваны управлять, те, кто подчиняется, должны подчиняться. Это и есть гражданское общество в понимании Екатерины. Схраните. Берегите. Рядом с книгами работы студентов. Факультет архитектуры и дизайна пробует силой в иконописи. А это дипломная работа наших студентов? Да. То есть моя дочка здесь нараходит? О том, что его младшая дочь учится в Кубанском государственном университете, Александр Ткачев рассказал уже на встрече со студентами, отвечая на вопрос о семье. Большая аудитория активно интересовалась, о чем думает и как живет губернатор. Хотели бы вы вернуть время и быть студентом в наши дни? Вопрос такой поддых, да? Ну, наверное, почему бы нет? Здорово. Я тоже помню это время. И такая бешабашная, немножко веселая. Ну, и, естественно, были экзамены, были и хлопоты, бессонные ночи. И когда дочка мне говорит, пап, я говорю, давай спать, два часа ночи, а экзамен. Ну и что, как? Ну, пап, ну ты же тоже не спал. Я думаю, да, действительно не спал. И до пяти часов утра, и все было в студенческие годы. Мы должны ценить то, что есть сегодня. Мне нравится быть таким, как я сегодня. Все мы прекрасно понимаем, что вы занятой человек. И вот во сколько у вас начинается, рабочий день заканчивается. А самое главное, ну, на что вы тратите и посвящаете свое свободное время? Вы должны сказать мне раздеться и не оставить никаких секретов. В четверг я лег в шесть часов утра. Потому что прилетел ночью из Лондона, потом из Москвы сюда. Ну, где-то уже в девять меня уже разгрузили, потому что в десять было встреч. А до этого в два лег, в восемь стал. Ну, сплю, конечно, пять, шесть, четыре, три, два, один. По-разному. Впрочем, было и немало серьезных вопросов. Например, как решается жилищный вопрос для молодых в регионе. Вместе со студентами считали выгоду от народной ипотеки. Говорили о том, что многочисленные филиалы сомнительных вузов подрывают имидж высшего образования в стране. И пора наводить в этой сфере порядок. Отдельно Александр Ткачев рассказал развитие края. О тех дивидендах, которые уже сегодня приносит Олимпиада. О планируемых больших стройках и реализации промышленных проектов. Вдумайтесь, бюджет 2012 года – 170 миллиардов рублей. Бюджет 2000 года составлял, я это помню, 13,5 миллиардов. Сегодня 170. Вы теперь понимаете, где мы живем? Продвинутые студенты сообщили, регулярно читает личный микроблок Ткачева. И тут же последовал вопрос. Что вы напишите в Твиттере о посещении университета и о нашей встрече? Я напишу, что классно, мне понравилось. Хорошие ребята, девчата. Если серьезно. Нас, наверное, с Михаилом Борисовичем всегда волнует вопрос. Какая смена? Что создаётся в крае? Какие люди? Разные толкуют мнения. Молодежь у нас такая, сякая, но она, может быть, несерьезная, неответственная и так далее. Знаете, я вот ещё раз, ещё раз по вопросам, по такой атмосфере, которая есть сегодня, хочу сказать, что нет, ещё раз нет, молодёжь будет лучше нас. А значит, вы лучше нас. И вы должны доказать это и действительно быть таковыми. Яна Мускаленко, Мария Щербакова, Валерий Пятов, Денис Ускаленко, 9 канал, Краснодар. Кубанские игристы вина завоёвывают международное признание. Сразу две золотые медали получило вино «Мускатное Шато Тамань» на престижном конкурсе в Москве, а также на ежегодном фестивале в Краснодаре. Вина Кубани, так называлась выставка, вкусовую палитру напитка во многом определяет его качество, признается в компании «Кубань Вино». Ей удалось удачно соединить опыт и традиции российского виноделия с высокими технологиями. Восемь лет компания сотрудничает с французским консультантом Жеромом Барре. Он убеждён, что кубанское вино может составить достойную конкуренцию многим известным винам Европы. Обидно, когда люди выбирают страну, а не качество. Я имею в виду второсортные французские вина, которые можно встретить на прилавках российских магазинов. Здесь растёт прекрасный виноград и работают настоящие профессионалы. Вино для Жерома – целая философия. О ней он подробно рассказал журналистам программы «Факты без политики». Начальник управления физической культуры Сочи подозревается в злоупотреблениями полномочиями. Чиновник заключил кракт на обустройство спортивно-игровых площадок с коммерческим предприятием. Работу оценил в 9 миллионов рублей, однако в документах сумма была больше 14. Следствие считает, что разница почти в 5 миллионов была необоснованной. Расследование ещё ведётся. А в Красноармейском районе начальник управления экономики, налогов и малого бизнеса требовал у представителя фирмы 1 миллион 200 тысяч рублей за подготовку и согласование документов. Сделка была нужна бизнесмену для участия в аукционе по продаже земли. Госслужащий за определенную сумму пообещал помочь и составил нужное коммерсанту заключение. Из него следовало, что станция техобслуживания грузового транспорта, которой хотелось строить фирма, очень нужна району. Впрочем, руководитель фирмы посчитал, что сумма в 1 миллион 200 тысяч слишком большая, обратился в полицию. В ходе оперативного эксперимента в одном из ресторанов полицейские и зафиксировали факт получения взятки. Простить пеню должникам обещает Газпром Межрегионгаз Краснодар, но для этого абоненты обязаны оплатить все квитанции до 27 декабря. Рассчитаться с поставщиком можно как в кассах компании, так и через Сбербанк, Кубанькредит или Краинвестбанк. Принимают газовые платежи терминалы Киви, Алекснет, Кампэй. Также можно платить с помощью интернет-кошельков. Несмотря на широкую сеть приема платежей, в крае каждый второй абонент недоплачивает за использованное топливо. Поэтому газовики решили организовать акцию для абонентов и тем самым простимулировать их погасить долги. Перед Новым годом компания Газпром Межрегионгаз Краснодар устраивает акцию, согласно которой, если абонент полностью рассчитается за газ и не будет иметь задолженность, ему спишутся пени, которые были начислены по тем или иным причинам. Оплатив газовые долги, жители Кубани могут еще и заработать. Аккурат под Новый год, 30 декабря, на сайте Газпром Межрегионгаз Краснодар пройдет призовая викторина среди ответственных платежщиков. Будут опубликованы три вопроса о правилах газоснабжения. Верно ответившие абоненты выиграют подарочную карту номиналом 3000 рублей. Кроме того, газовики напоминают, что до 26 декабря абоненты обязаны любым удобным способом сообщить текущие показания счетчиков. И тогда поставщик сможет точно рассчитать следующий платеж. Сегодня в Краснодаре атаманы отделов и районных казачьих обществ собрались на последний в этом году совет. Уходящий 2012-й был непростым, отметил атаман Николай Далуда. Казаки одними из первых прибыли в Крымск и оказали помощь в ликвидации последствий наводнения. Удачным оказался опыт государственной службы. Совместно с полицейскими казаки с 1 сентября охраняют общественный порядок. И за это время раскрыто 150 преступлений и выявлено более 25 тысяч административных правонарушений. Я вижу, насколько серьезнее, насколько профессиональнее становятся атаманы отделов и атаманы районных казачьих обществ. Это видно, это заметно. И я рад этому. Значит, мы с вами, господа атаманы, идем правильным путем, верным путем. Сейчас в казачьих дружинах состоит 1300 человек. Они следят за порядком на вокзалах и в аэропортах. А с 1 января приступят к охране стационарных постов дорожно-патрульной службы. 196 лет исполняется Краевой клинической больницей имени Очиповского. Тогда, в 1816 году, в Екатеринодаре был организован войсковой госпиталь. Поначалу медперсонал состоял из главного лекаря и двух ординаторов. Сейчас, спустя почти 200 лет, Краевая больница – крупнейшая на юге страны. Наши хирурги делают даже сложнейшие операции, в том числе редкие в регионах трансплантации. А первый эксперимент по пересадке органов медики провели два года назад. Маргарита Аветисян вспоминала, как это было и какой шаг сделали врачи за это время. У него в мешке подарки. А на шубе поясы яркие. Глядя на эту молодую и жизнерадостную женщину, вряд ли кто-то поверит, что в её груди бьётся чужое сердце. Ещё два года назад спасти Анну Кийко могло разве что чудо. С тяжёлым пороком сердца её, практически не встававшую с постели, привезли в Краевую больницу и сделали экстренную операцию. Её жизнь, что называется, была в руках хирурга. Это единственный шанс, когда понимаешь, что умираешь, а другого шанса сидеть на спасение. Это нужно соглашаться. Анна сама просила врачей о трансплантации. Тогда, два года назад, для кубанских хирургов, операция по пересадке сердца была редкостью. Но для молодой мамы единственной возможностью выжить и увидеть, как взрослеет дочь. У меня была дочка. Единственная дочка. Только понимание о том, что я ей нужна, что я нужна семье, помогло мне дождаться операции. Это второй шанс жизни, это совсем другое понимание, это другая ценность жизни. Пересматриваешь свою жизнь и живёшь и радуешься каждому дню заново. Заново, кроме Анны Кийко, учатся жить ещё сотни людей, а некоторые и говорить. Александру Зазуле до сих пор непривычно слышать свой голос. Краснодар начал работу в Центр регенеративной медицины, там и выращивают органы. Краснодарские хирурги научились собирать человека буквально как конструктор. Лёгкие сердце, печень, почки, поджелудочная железа, трахея, гортань – все эти органы уже успешно трансплантируют в нашем регионе. За два с половиной года, с момента первой пересадки, а тогда это было сердце, краснодарские медики провели уже больше трёхсот таких операций. Родоначальник кубанской трансплантологии Владимир Парханов вспоминает, через что пришлось пройти медикам. Были и обвинения в продаже органов, и нарушении прав человека, ведь органы для пересадки берут у умерших людей. Заглядывая вперёд и прогнозируя будущее трансплантологии, Парханов уверен, что человеческое донорство очень скоро уйдёт в прошлое. Будут банки органов и тканей, и органы будут выращиваться искусственные, и при необходимости этими органами будут заменять те органы, которые у человека не работают. Это будет в идеале. Дай Бог, чтобы это было через 30, 20, 10 лет. Работы ведутся. Для Анны Кейко хирурги уже стали волшебниками, которые сделали большое чудо. Даже несмотря на то, что теперь всю жизнь этой женщине, как и любому человеку с пересаженным органом, придётся пить иммунодепрессанты, чтобы обмануть организм, который отторгает любое инородное тело. Зато эти люди теперь могут говорить, дышать, ходить. Одним словом, жить. Маргарита Аветисян, Евгений Жулай, Сергей Плотников, Артём Лычко, 9 канал. А других медиков, тех, кто дарит жизнь, сегодня поздравил губернатор Александр Ткачёв. Уникальный в стране центр грудной хирургии в Краснодаре отмечает юбилей. За 10 лет врачами спасено тысячи кубанцев. Благодаря работе специалистов смертность от болезни системы кровообращения по краю снизилась на 22%. В краевой клинической больнице стремительно развивается трансплантология. Здесь успешно проводят операции по пересадке сердца, лёгких, почек, печени, поджелудочной железы. На сегодняшний день пересажено более 300 донорских органов. За эти годы это открытие центра, это деньги, которые дал Александр Николаевич, потому что всё делается бесплатно для жителей края. И это операция на сердце и на лёгкие в центре грудной хирургии, который влился, или краевая больница присоединилась, или центр, это неважно. Но главное, что центр грудной хирургии, это высокие технологии, дал новую жизнь не только краевой клинической больнице, но и здравоохранению края. Потому что теперь все знают люди, не нужно ехать в Германию, перевод сердца. И сегодня будут люди, которые присылают там больных из Германии, и из Америки даже присылают. Это начало. Несколько лет назад в Краснодарском крае не мечтали о подобном кардиоцентре. На месте долгостроя по инициативе губернатора Александра Ткачёва был возведён центр грудной хирургии, оснащённый современным оборудованием. Здесь сосредоточены высокие технологии Южного федерального округа и всей России. Сегодня сотрудники медучреждения принимали поздравления в музыкальном театре, пришли с благодарностью пациенты и их родственники. Нина Рыжова благодарит хирургов за то, что спасли жизнь её сыну. Он родился с тройной патологией сердца. Кубанские медики сделали невозможное. Нам сделали всё возможное. Мы очень счастливы, очень рады, что нам спасли, фактически дали вторую жизнь ребёнку. Благодарны всему коллективу, центру грудной хирургии, особенно Борискову, Максиму Валентиновичу, который занимался лично операцией нашего мальчика. Спасибо всем. В троевом центре грудной хирургии трудятся около 800 медработников. Врачи проходят стажировку за рубежом и в ведущих клиниках страны. Более того, лучшие специалисты в стране едут в Краснодар, чтобы работать именно в этом кардиоцентре. Так 10 лет назад поступил Кирилл Барбухати. Уволился из Института кардиологии Санкт-Петербурга и переехал на Кубань. Вот эти 10 лет, это, наверное, главные 10 лет в моей жизни. Если не считать, так сказать, каких-то личных дел, то, что сделано в Краснодарском крае, на Кубани за эти 10 лет, такого, наверное, рывка не было никогда за всю историю советской терророссийской кардиоторакальной хирургии. Последнее достижение специалистов кардиоцентра – проведение уникальной операции по пересадке искусственно выращенной трахеи и части гортани. Всего же кардиохирургами краевой больницы номер один уже сделано десятки тысяч операций. Все они по поручению Александра Ткачева бесплатны для жителей Кубани. Сегодня губернатор поздравил специалистов сердечной профессии, особо отметив, что все спасенные жизни – дело золотых рук и сердец Центра грудной хирургии. За эти годы более 50 тысяч операций на сердце. Вдумайтесь. Я не знаю, примерно, какая статистика, но более половины из них – это те люди, которые уже и бы не было с нами, а остальная половина наверняка были бы инвалидами. Вот цена вопроса. Вот цена высоких технологий, которые пришли к нам в край. Я тоже знаю, что многие пациенты с удовольствием с вами встречаются, идут к вам и доверяют свою судьбу, свою жизнь. Это многого стоит, и за это тоже вам низкий поклон. Так что с праздником и новых свершений вместе мы будем идти вперед, и никто нас не остановит. Отдельное видео поздравление пришло из Москвы. Своих коллег поздравил ведущий кардиохирург России Лео Бакерия, а Краснодарский центр грудной хирургии назвал лучшим не просто в стране, а в мире. И далее говорим о спорте. В студии Сэм Селезнев. Сэм, здравствуйте. В сочи проходят тестовые соревнования. Ну что, довольны олимпийскими объектами? Именно российские калькобежцы протестировали олимпийский лед, завоеванный первой медали. Все довольны, и можно сказать, что старт благополучно дан. Подробнее об этом и не только. Прямо сейчас. В Сочи завершился чемпионат России по шортреку в многоборе. Золотые медали соревнований завоевали представители Москвы и Московской области Виктор Анн и Ольга Белякова. Всего в чемпионате участвовали 72 спортсмена, в том числе победители и призеры этапов Кубка мира и чемпионатов Европы. Для конькобежцев это был первый старт на олимпийском объекте «Айсберг». В феврале арену опробуют и иностранные спортсмены. В Сочи пройдет пятый этап Кубка мира по шорттреку. Защитнику баскетбольного локомотива Нику Калатесу не хватило одного балла до звания самого ценного игрока месяца. В единой лиге ВТБ подвели итоги декабря. Обладателя титула MVP месяца вычисляет по специальной формуле, в которой учитывается как статистика игроков, так и мнение экспертов. Калатес стал лучшим в рейтинге эффективности. В декабре он поставил рекорд лиги по количеству результативных передач. Но эксперты отдали большинство голосов за защитника московского ЦСКА Милоша Теодосича. Он и получил звание самого ценного игрока декабря. Никалатес занял в списке второе место. Сегодня в Краснодарской филармонии наградили лучших спортсменов-инвалидов 2012 года. Десятку рейтинга открыли чемпионы и призеры паралимпийских игр в Лондоне – Олег Шестаков, Владимир Кривуля и Лариса Волик. Они получили премию в 40 тысяч рублей. Рада приехать на церемонию награждения из-за сбора смогли не все паралимпийцы. На праздники чемпионов Лондона представляла только легкотлетка Лариса Волик. Также премию вручили победителям чемпионатов мира и Европы. Наградами были удостоены и тренеры спортсменов. Далее погода с Дмитрием Крамарем. У меня на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый вечер. Генеральный партнер прогноза погоды Совкомбанк предоставляет своим клиентам удобные условия доступных кредитов. На территории Совкомбанка всегда хорошая погода. Я тут подумал, хорошо, что потомки и родственники народов Майя не работают в нашем краевом ядромецентре. А то, как выяснилось, у Майя с прогнозами проблема. К счастью, на Кубани работают профессионалы. Вот скажут, что завтра суббота. И вот увидите, завтра будет суббота. Наши прогнозы самые точные. Мое кредо не врать. Вот уже больше года я выполняю губернаторскую программу под названием «Каждому кубанцу по правдивой погоде». Смотрим на карту, узнаем прогноз. Вот облака над нами. Этот циклон, он уходит на восток. И завтра мы окажемся в поле повышенного давления. Что это значит? Это значит, что осадки все-таки возможны. Но сейчас вечером, ночью и утром. Где-то будет дождь со снегом, где-то просто снег. Поэтому логично ждать гололед. А вот после обеда ничего капать и сыпаться не должно. Ветер успокоится и станет чуть комфортнее. Ночью будет от нуля до минус пяти. А днем в среднем от плюс трех до минус двух. Ну, на севере холоднее. Там и ночью до минус десяти. И днем до минус пяти. Вот по югу гораздо теплее смотрим. Сочи-Топси-Геленджик там до двенадцати. От шести до двенадцати, уточню. Тихорецко-Морско-Ахтарскейск до минус пяти. В Краснодаре ночью и утром, возможно, небольшие осадки. И, естественно, на дорогах гололед. Зато потом без осадков. Давление у нас вроде бы высокое. Температуру сами видите. Я знаю, что некоторые очень ждали конца света. И очень расстроились, когда это не случилось. Поэтому специально для вас я дарю вам небольшое подобие конца света. Раз, два, три. Пусть в вашем сердце всегда живет свет. Это главное. Улыбайтесь, всего хорошо. Пока.